Здравствуйте! Вы снова на канале Европлант Лайф. Мы продолжаем гостить в саду Марины Шиманской. Ну и, как я обещал, мы не можем не поговорить про ее прекрасные живые изгороди. Арки из винограда, я думаю, что вы их видите на заднем плане. Мы подснимем их, потому что они вот в разных частях сада, немножечко играют по-разному и выглядят. Где-то они более густые, где-то более структурные, где-то начали краснеть листья. Ну, в общем, это замечательный такой ландшафтный арт-объект. Не побоюсь этого слова, которым можно любоваться. Марина, здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Ну, во-первых, хочу спросить, это вообще ваша авторская идея, или вы где-то подглядели? Признавайтесь. Если не считать акведуки римские, то это авторская идея. И иногда меня садоводы спрашивают, Марина, а можно украсть вашу идею? Я говорю, конечно, можно. Это ж не я придумала арки, понимаете, как таковые. А конкретно эти арки придумала я. И я даже могу вам рассказать историю, как это случилось. Конечно, расскажете, очень интересно. Мы с мужем сидели около дома и смотрели вот в эту сторону. И елочки, которые мы посадили для того, чтобы сделать живую изгородь, были еще очень маленькими. И как-то меня это не удовлетворяло. И я решила сделать арки из винограда. Тут же поделилась своей идеей с мужем. И буквально через 10 минут он мне принес чертежик. Эти арки сделаны из арматуры. Они даже не крашеные, они ржавые. Вот как она была куплена на металлобазе. Сделаны арки, был посажен виноград. И буквально после того, как пришла идея, через 10 дней виноград уже рос. Но, естественно, он не вырос так же быстро. У меня виноград был. Пушкинский клон. Я его просто зачеренковала в другом пушкинском саду. То есть он местный. Он у меня был, но он у меня был такой небольшой 60 сантиметров. И через какое время уже арочки соединились, сомкнулись? Ну, через 2 года они уже сомкнулись. Через 3 года они были, ну, вот такие мощные, жирные. Практически такие, как вы видите сейчас. То есть это все произошло очень быстро. Наверное, ни одно другое растение не даст такого быстрого эффекта. Как девичий виноград? Безусловно. Девичий виноград – это совершенно замечательная лиана для нас в нашем климате. Во-первых, он быстро разрастается. Сначала, правда, ему надо разрастить корневую систему. А потом приросты полтора-два метра в год. Что еще хорошо? Эту лиану можно сажать с северной стороны. Ну, а вот кроме девичьего винограда, из каких-нибудь других растений можно создать какие-нибудь такие же похожие формы. Вообще, хотелось бы затронуть вот такую очень, наверное, большую тему, как живые изгороди. Ну, давайте сконцентрируемся на лианах. Очень хорошо в нашем климате растет актинидия, актинидия коломикта, актинидия аргута. Хорошо в нашем климате растет такая лиана, как хмель. Но лично я ее не люблю и никогда не использую. Хмель очень сильно поражается мучнистой росой. Девичий виноград. Вот он растет у меня много-много лет. Я не видела никаких на нем болезней, никаких вредителей. В общем, на этих листях нет никакого дефекта. Что касается климатисов, княжиков, они так прекрасно цветут. Хочется все-таки, чтобы лиана еще помимо красивой листвы была и декоративно цветущей. Это возможно? Ну, естественно. Климатис – это прекрасная лиана. И вот, кстати, у меня вот в той стороне сада была такая идея. Я сделала точно такие же арки, как здесь. И собиралась пустить по ним точно так же виноград. А в центр на решетку поместить климатис. Ну, то есть арка, по ней виноград, климатис. Следующая арка – виноград, климатис другого сорта. Какое-то время мне удавалось выполнять эту задачу. Я аккуратненько выстригала вот этот рисунок этой арки из винограда. И, значит, климатис затягивал эту решетку. И все было хорошо. Последние два года я как-то устала от этой работы. И теперь климатисы у меня растут сами по себе. Мадам Джулия Коревон, мы можем показать ее. Все растет хорошо. Остальные климатисы, как-то их стал виноград притеснять. И они, ну, не все цветут. Хотя они там растут, продолжают расти. Я видел, что бывают, люди делают такие букетные посадки, то, что называется. И соединяют прямо несколько лиан. Кто победит? И, ну, смотрится достаточно неплохо. На самом деле, в виноградных листьях крупные цветки климатисов. Вот я и говорю, что у меня была такая идея. Но победит, конечно, лиана. Чего тут смотреть? В смысле, девичий виноград. Чего тут смотреть? Вот есть единственный такой риск, да? Что в итоге все равно виноград все это накроет. Победит сильнейший. Да, победит сильнейший. Марина, ну, у вас столько интересных, конечно, каких-то приемов применено. Вот здесь вот на небольшом участке. Вот я смотрю, у вас, сзади вас кизильник прекрасный, стриженный. Это же тоже замечательная живая изгородь. Вы тут выстрегли очень красивые шарики. И вот ваша замечательная геопластика позволяет нам с вами стоять на одном уровне. На равном. Да, да, практически будучи рядом. Я думаю, что мы еще приедем к вам, если вы разрешите, чтобы поснимать ваш сад и в другой сезон. Потому что у вас же сад непрерывного цветения. Хотелось бы увидеть еще что-нибудь. Пустите нас. Да, я могу даже сейчас вам показать другой климатис. То есть, два климатиса дают буквально 4 метра такого качественного, закрытого забора. И причем здесь, наверное, цветов примерно столько же, сколько и зелени. Ну, надо тщательно подбирать сорта. Все-таки я так понимаю, что климатис климатису рознь. Вот этот климатис называется фаргезиоидес. Большим плюсом этого климатиса является то, что он может достигать высоты 5 метров. То есть, он вполне может закрыть небольшой деревянный дом. И его не надо снимать на зиму с опоры. Ну, это замечательно. На самом деле, правильно, конечно, подобрать сорта – это большое дело. Спасибо, что нам рассказали об этом растении. Ну, Марина, я надеюсь, что мы еще сможем приехать в ваш сад и поснимать все остальное. У вас столько много красивых и интересных, необычных растений. Вы прекрасно рассказываете. Но пока мы этого не сделали, вы можете сходить на канал Марины Шиманской и посмотреть ролики, которые она снимает. Они совершенно великолепные. Марина не мог приехать к вам без подарка. Посмотрел ваш замечательный ролик на канале Александровский сад про актинидию коломикту. И понял, что, наверное, какого-то растения у вас в саду нет. И, возможно, это как раз актинидия. Одна аргута, другая актинидия астролистная. Думаю, что если вы посадите их, я надеюсь, что они окажутся разнополые. Мальчик и девочка дадут вам замечательные плоды. Какая-то из них переопыляться. И хотелось бы, чтобы в память о нас у вас остался такой подарок от Европланта. Спасибо большое. Этих растений действительно нет в моем саду. Но приезжайте, Андрей, еще. Привозите еще подарки. Всегда пожалуйста. Спасибо, Марина. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!